На Решильевской, на нечетной стороне улицы, находится несколько знаковых для Одессы зданий. Одно из них – некогда известная типография Фисенко. До момента оглашения сноса дома одесситы о нем вспоминали редко. Чтобы спасти очередное здание от бетонно-стеклянного монстра, активисты и неравнодушные горожане выходили на акции протеста и писали петиции. Этот дом – это не просто точка на карте. Именно здесь писалась история не только нашего города, но и всей Украины. В этих стенах печатались первые деньги УНР, хлебные карточки во время оккупации Одессы и здания на украинском языке, запрещенные в те времена. К этому дому было приковано немало внимания, но процесс реставрации так и не начался. Статуса памятника архитектуры, типография Фисенко и расположенный по соседству Решильевский театр лишились еще в 2008 году. Такая же участь ждала еще 130 объектов. Некоторые из них, такие как дача Докса и Тиля, уже снесены. Отчаявшиеся в восстановлении охранного статуса для домов Одесситы к зданию бывшей типографии смастерили табличку, чтобы напомнить об исторической значимости архитектурного наследия города. Если говорить про типографию Фисенко и кинотеатр, театр Решильев и Иллюзион, там именно по такому пути это было проведено. То есть было заседание консультативного совета в то время, где разработчики, ну управление и те, кто предлагал исключить, доказывали, что это здание не, скажем так, не соответствует критериям памятника, ну и соответственно их можно из этого списка исключить. Компания-застройщик Одесса-Сити, которые принадлежат дома на Решильевской 47 и 49, планировала построить на их месте шестиэтажный жилой дом с паркингом. Все в лучших традициях застройки исторического центра. В начале декабря прошлого года зеленый свет на строительство компания получила в ГАСКе. Однако и для начала проведения работ застройщику не хватает разрешения от Министерства культуры. Об одобрении и проведении земляных работ там не слышали. А про разрешение на строительство на данный момент ничего не известно. Нужно сделать еще один запрос, кроме земляных работ на строительные. И я уже тоже сегодня отправил это в Министерство культуры. Буду ждать теперь ответа и на второй вид деятельности. Но это на самом деле ничего не значит. Сегодня у них нет этого разрешения. Через неделю они могут подать документы и получить его. Но пока да. То есть пока на данный момент у них нет права проводить работы. То есть в ближайшие недели ничего не будет. Нужно проводить реконструкцию по квартальную. Давать застройщикам право достраивать этажи где-то в глубине. Так, чтобы они за свой счет ремонтировали здание. Потому что за счет бюджета отремонтировать это нереально. У нас совсем небольшой бюджет. Этих зданий сотни. Судьба домов на одной из центральных улиц, похоже, уже решена. Два исторических здания на Решильевской пойдут под снос. После протестов против уничтожения старинных зданий застройщик проектное решение в виде многоэтажной стекляшки изменил. Альтернативным решением стало восстановление фасадов бывших памятников архитектуры. При этом здания подрастут на несколько этажей. В случае с фабрикой Фисенко речь идет вообще о новом строительстве. Новое строительство – это когда все сносится. И строится новое. И вроде как вот те картинки, что показаны были на архитектурной комиссии, заявляется, что исторический фасад, ну хотя бы вот лицо здания, воссоздается. Это тоже неправда. Воссоздание исторического фасада – это значит повторить то, что было, один в один. То есть если у нас было три этажа в типографии Фисенко, то шесть этажей, декорированные как типография Фисенко – это не воссоздание фасада. К историческому облику города, к исторической городской среде, такой подход – это категорически неприемлемая вещь. Даже если вы строите что-то новое, вы не должны имитировать старое. Если вы говорите о сохранении старого – сохраняйте. Отмечая свой 75-й юбилей, Фисенко оставил для своих потомков воспоминания о прожитой им жизни в виде множества напечатанных книг. Некогда выходец из чернигевских казаков пешком пришел в Одессу на заработки и спустя 14 лет работы открыл собственную типографию. Сегодня ее обветшалый фасад используется в качестве рекламного борда с афишами театральных постановок и гастролирующих артистов. И, видимо, совсем скоро обретет совершенно другой вид. Татьяна Барумбей, Константин Несеред, телеканал «Репортер».